«Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть» Это не просто фраза десятилетней давности из соцсетей, которую все активно использовали Это наша украинская реальность И касается эта фраза всяких коррупционерщиков, схематозников, которые награбили или почти награбили, их словили А потом люди похлопали в ладоши, а потом о них все забыли Так вот, нужно сделать так, чтобы забыть о них было невозможно Поэтому я решила создать несколько видеороликов, в которых я напомню известные и, возможно, малоизвестные фамилии различных чиновников, топ-менеджеров, депутатов Которые за последние пару лет отличились своей любовью к баблу и к матрасам И напомню вам, с чем их словили, как все громко хлопали и как сегодня об этом все забыли Поэтому погнали, будет четко и по факту, чтобы обязательно было всем все понятно И начнем, пожалуй, мы сегодня с десерта, а не с закуски Все же из вас, я думаю, помнят или не все уже дело с Венарчуком Гладковского Сполыхнула такая история в 2019 году буквально перед выборами президента Тогда Bigus.info выдал расследование, там спецоптимум, спецдетали, еще остальные фирмы, Укроборонпром, схемы, откаты и все по красоте, как мы любим Позже Игоря Гладковского, это сын Олега Гладковского Олег Гладковский, я напомню, является другом или был другом Петра Порошенко Обвинили в получении взятки в 950 тысяч гривен за влияние на принятие решения гендиректором Укрспецэкспорт Это одно из специализированных предприятий Укроборонпрома, занимающиеся, собственно, экспортом оружия Сын Гладковского руководил схемой поставок комплектующих для военной техники Вы у меня спросите, так и да, то есть мы тогда все обалдели, мягко говоря И обрадовались, когда, в принципе, начался какой-то сдвиг в этом деле Но, ну, давайте самую свежую новость по этому делу 10 марта 1922 года Олегу Гладковскому, то есть отцу Игоря Гладковского, который тоже был замешан в этой схеме Меру пресечения залога сменили на личное обязательство То есть уже началась полномасштабная война 10 марта Пока все заняты, вообще все в шоке с происходящего Пытаются спастись, накупить еды и полнейшее непонимание, что вообще происходит Суд просто взял и так все, типа, свободен Что же с его сыном? Сын вообще молодец Он успел быстренько уехать за границу еще до 24 февраля Он уехал по служебным обстоятельствам Знаете куда? В Испанию, конечно же Куда же еще ехать по работе? Конечно, в Испанию Ой, он так и не вернулся И все это время уже очень долго, уже больше года Все какие-то там проходят заседания в онлайн-режиме Суд просит его приехать, этот не приезжает Он говорит, что я не могу, я занят Конечно, ты занят, потому что классно, когда ты сидишь в Испании Пьешь коктейльчик и заодно параллельно там иногда участвуешь в судебных заседаниях Почему бы и нет? На данный момент расследовали 6 томов улик Напомню, что еще раз Вся история всплыла в 2019 году зимой И вот уже 23 год, середина И вообще просто ничего Более того, там есть еще один персонаж Виталий Жуков Полтора года назад, как раз тоже примерно до 24 февраля Он снова начал работать, вы знаете, в Укроборонпроме Конечно же, он вернулся туда Все сделали по красоте Второй лот в нашем списке Достаточно свежая история Связанная уже с экс-главой НБУ Кириллом Шевченко Которого осенью НАБУ объявила в розыск Его и еще двух топ-менеджеров Ощадбанка Что ж там случилось? Их подозревают в похищении более 200 миллионов гривен Так, не много и не мало Навскидку За период с 2014 по 2020 год И как раз в этот период Главой Ощады был Кирилл Шевченко Получается, что когда его назначали на должность Конечно же, никто ничего не знал и не догадывался Ну, это обычная схема Главное было поднять, как обычно, красивая картинка Сначала никто ничего не видит, не знает Потом ловят, команда на отлов пошла И затем выпускают выезжать После этого иллюзия бурной деятельности Что мы сейчас всех найдем, всех посадим, всех вернем И бабки тоже Знаете, кстати, где он? Он в Австрии Позже Шевченко попросил политическое убежище в Австрии Потому что, видите ли, его в Украине преследуют Ну и вишенка на торте Шевченко, конечно же, не раз комментировал свое подозрение Свой розыск И, наверное, одна из самых ярких фраз Это вот, она звучит так Из этого нафталинового дела Хотят слепить победу Напишите, вот ваши ставки Вернут ли этого красавца обратно на родину Или нет уже, все, уже забыли Денег нет, посадок нет, ничего нет Третья позиция в сегодняшнем нашем меню Нардеп от «Слуги народа» Сергей Кузьминых 28 января 2022 года Набу арестовала Кузьминых Во время получения им взятки в 558 тысяч гривен За помощь в получении нескольких тендеров по закупке, госзакупке оборудования медицинского Закупку проводила больница одна Житомирского горсовета Закупка сама произошла в 2021 году Еще тогда больница заказала ряд всего необходимого для них оборудования На 40 миллионов гривен во время оплаты Кузьминых получил 30% от суммы договора То есть такая информация была от Набу 3 февраля его объявили в розыск Потому что Кузьминых несколько раз не приходил на заседание в ВАКС Например, депутат катался в Житомир за паспортом И просто не успел в суд Потому что расстояние от Житомира до Киева большое Я для тех, кто может не в курсе От Житомира до Киева примерно ехать там 140 километров Так и тянулась эта вся история Кузьминых и дальше не приходил на заседание После 24 февраля он, конечно же, стал невозможно огромным, вообще лучшим патриотом страны Поставил себе на аватарку флаг Украины И до сих пор это дело тянется Он точно так же продолжает игнорировать заседание 18 мая Кузьминых снова не пришел на суд В начале судебного заседания суду предоставили справку о том Что Кузьминых на данный момент на амбулаторном лечении Когда кого-то кто-то обвиняет или нужно прийти в суд Ты резко оказываешься или в Вене, или в Украине, но тоже в больнице Четвертым в моем списке сегодняшнего меню является депутат от Слуги народа Павел Халимон 23 января этого года Укрправда выдала расследование Что уже во время войны Халимон обзавелся имением на Печерске в Киеве На Печерских пагубах И недвижимость эта была оформлена по цене в 5 раз ниже, чем на самом деле Павел Халимон был заместителем фракции Слуги народа Его с этой должности быстренько уволили Но тем не менее он остался депутатом И я так понимаю остался занимать должность заместителя главы комитета Рады По вопросам аграрной и земельной политики Сколько стоил дом? По реальной цене примерно 50-60 миллионов на секундочку А в документах сказано, что всего лишь 10 Хотя эта сумма тоже, конечно же, является очень кричащей и шокирующей На данный момент такая информация То есть чувак остался депутатом, все у него хорошо Дело пока что никуда не двигается Хотя открыли его 18 февраля, больше новостей о нем не было Ну и последняя фамилия на сегодня Василий Лозинский Это уже экс-замминистра развития общин территории инфраструктуры Украины Этот персонаж, я думаю, на данный момент еще пока что на слуху и в памяти людей находится Но я напомню, в январе, то есть в начале года Лозинского задержали по подозрению в хищении бюджетных средств Действовал он не один НАБУ разоблачило целую группировку В состав которой входил тогда еще замминистра инфраструктуры И задержали Лозинского при получении взятки в 400 тысяч долларов За содействие закупки техники, передвижных, котельных установок, материалов, оборудования, лили-ля, бесперебойных В общем, все, что касается отопительного сезона при отсутствии света и верных отключений Всего Лозинский с его коллегами обеспечил заключение договоров на 280 миллионов гривен В общем-то его задержали, сначала он был под стражей, а потом ему изменили меру пресечения на домашний арест Ну и соответственно с электронным браслетом На этом пока что все Я не уверена, честно говоря, что будет какое-то громкое продолжение там с посадкой на 15 лет Или насколько там, я не юрист, я не знаю Касается это не только Лозинского, но и остальных персонажей, о которых я сказала ранее И буду говорить дальше в своих следующих видео, так что обязательно подпишитесь на мой канал Потому что я буду вспоминать всех, всех просто поверьте Из этого можно будет делать целый сериал, потому что это не 5, не 10 человек и даже не 15, 20 Там еще и разбираться и разбираться Так вот, сегодня ситуация печальная, но помним, что их трудно найти Но это тоже оспоримо, все зависит от эффективности антикоррупционных органов, которых у нас десятки Легко потерять, это правда И невозможно забыть Вот с памятью бывают проблемы Мы сначала неделю помним Дико возбуждаемся, злимся Насчет как же ж они так могут Вот же ж они, да они, все Потом об этом забывают, появляются другие фамилии, предыдущие забываются и так по кругу И нужно сделать все, чтобы никто о них не забыл Субтитры сделал DimaTorzok